Будем мы говорить о том, как распределённо обучить нейронные сети при помощи MXNet. Вы наверняка уже смотрели наше познавательное и не сильно долгое видео о том, как вообще в принципе обучать нейронные сети. Соответственно, понимаете более-менее, что это такое, как происходит процесс. А сегодня мы поговорим, как делать это распределённо. И перед тем, как мы перейдём дальше, я, как обычно, попрестаю с вопросами. Дорогой Глеб, как ты думаешь, что значит распределённое обучение нейронных сетей? Ну, это когда нейронные сети обучаются из разных мест. Первая мысль моя. Окей, да. Ну, в общем, да. Ну, то есть, да. Хорошо. Давай ответим на этот же вопрос немножко с другой стороны. Вообще нам зачем нужно распределять? Ну, и, собственно, что это такое? Потому что, на самом деле, ты дал, в общем-то, правильное определение. Распределённое обучение говорит, что мы учим на более чем одной машинке. Тут очень важно не путать распределённое обучение с обучением на мульти-GPU. Обучение на более чем одном графическом ускорителе, потому что на одной машинке может быть много GPU-шек, и при обучении на одной машинке это не распределённое обучение, но при этом это, так сказать, распараллельное обучение на нескольких железных графических ускорителях. Итак, зачем, собственно, делать дистрибьюшн? Вот есть такая картинка, которая, собственно, вон сверху по ссылочке можно пойти на официальный репозиторий, который говорит, что показывает вам, насколько можно ускорить скорость обучения в зависимости от того, как вы подбрасываете GPU-шки. Ну, во-первых, на самом деле график не такой идеальный. То есть это никогда не прямая, и по SCX у нас количество GPU, которое вы подкидываете в топку, ну а по Y это ускорение. Вот, к слову сказать, перед тем, как дальше пойду, вопрос, этот график понятен, что-то как обозначено? Да, график понятен, мне подпись интересует. Подпись, что ты имеешь в виду? А, окей, да, понял, да, что за линии. Да, на этом графике обозначены четыре разных модели, все они связаны с графической, с обучением, распознаванием объектов на изображение, в общем, с обработкой графики, все они, соответственно, convolutional neural network, ну или разновидности, так сказать. Идеальная линия, это красная, которая показывает практически идеальную масштабируемость. На самом деле график не то, что не идеальный в плане, не то, что он не близится к красной линии, он на самом деле не линейный. Соответственно, вот эти вот зеленые и синие, и все остальные линии, они не совсем такие, они больше на сигмоид похожи. Вначале подбрасываешь GPU-шек, у тебя не так сильно, вернее, наоборот, у тебя в какой-то момент начинает сильно увеличиваться производительность, но в какой-то момент ты все-таки достигнешь некоторого потолка, где он начнет медленно-медленно-медленно скорость роста замедляться. В любом случае, скорость роста есть, она на самом деле не такая идеальная, как нарисована здесь, но тем не менее есть. Эта скорость, само собой, зависит от количества GPU. Время, на самом деле, очень важно. У каждой модели, которую вы тренируете, есть reasonable time of training. Возьмем, например, недавно Google анонсировал массовое использование на своих ассистентов модели WaveNet. WaveNet — это модель преобразования текста в голос, которая была разработана в DeepMind компании британской, которая была куплена Google в свое время. И довольно-таки долго считалось, что эта модель настолько ресурсозатратна, что ее просто невозможно выкатить сейчас в продакшн и использовать массово. По разным причинам. Не только по соображениям финансовой эффективности, но и потому, что на тех буквально полуторагодичных данностей о железячках генерация 0,1 секунды голоса могла занимать секунд 15, иногда и минуту. Соответственно, просто нереально было использовать в системах типа Google Home, которые работают в реальном времени. при увеличении количества GPU-шек тренировкой и обработка сигналов на этих нейронных сетей возможности и скорость, прошу прощения, возможности обрабатывать входящий сигнал с определенной скоростью, они увеличиваются при увеличении количества GPU-шек. Но это больше характерно для обучения, скорее, нежели для предсказания. Вот. Соответственно, вернемся к тому, что я сказал. Тренировка на многих машинах не равна тренировке на многих GPU. Потому что, когда мы говорим о distributed, multi-machine training, мы подразумеваем, что на каждой машинке мы будем использовать все доступные GPU. Иногда, конечно, бывает, что у вас машинка с одним GPU, но у вас на 50 машин. Соответственно, если мы возьмем, вот AWS, есть такой инстанс, как P2 16X Large. Это машинка, у которой есть 16 видеокарт NVIDIA K80. Если мы возьмем одну эту машинку, у нас будет 16 видеокарточек. И эта машинка, по факту, на этой картинке нас доставит по производительности вот где-то сюда. Ну вот, то есть это тот максимум, до которого мы можем доползти. Все остальное при этом на этом графике, вот эта вот серая часть, это зона, которая недостижима при наличии одной машинки. Это не означает, что вы не можете натренировать вашу сеть при помощи этой машинки. Это означает, что это будет в разы, иногда даже в сотни раз медленнее. В сотни раз медленнее это означает, что для некоторых моделей, некоторые модели для вас, в принципе, не тренируемые на этом железе, потому что вместо одного дня ожидать сотню, то бишь треть года, может оказаться вообще для вас нецелесообразно. Вам нужен результат сейчас. Соответственно, круг задач, который вы можете решать, или же качество этой модели, качество задачи, сильно сужается вот до этого маленького-маленького участка. Тут нужно оговориться об одной вещи. Если у вас есть какая-либо задача, то, что вы можете решить быстрее, не означает, что вам нужно ее решать быстрее. В целом, я даю тот совет, который я даю на студентов по моему курсу многопоточного программирования. Если вы не уверены, нужна ли вам многопоточность или нет, не используйте ее. Только когда вы 100% уверены вязать. Здесь тот же самый принцип. Не надо использовать распределенное обучение до того момента, пока действительно вы не можете вписать вашу задачу вот в этот один клочочек слева, и до тех пор, пока одной машинки вам хватает, и вы можете увеличить ее вертикально, купить более дорогой инстанс, более дорогую железячку или еще какими-то любыми другими способами, оставайтесь в зоне, где есть всего одна машинка. Хорошо понятно. Окей, хорошо. Ты опередил мой вопрос просто силой мысли. Окей, соответственно, что нам нужно? Если мы хотим попасть вот в ту зону недосягаемости обучения на одной машинке, то нам нужно взять наш инстанс и, собственно, просто банально его каким-то образом размножить, получив, допустим, n-число таких же инстансов, и каким-то образом логически это все объединить в один кластер. В данном случае мы будем говорить о примере фреймворка MXNet, и, соответственно, кластер тоже будет MXNet. В таком случае вот из этой картинки эта зона недосягаемости становится выглядеть уже как-то так. Каждая черная полосочка – это отдельно добавленный P2X16Large инстанс. Ну вот, теперь, собственно, вы можете на этом графике добиться практически любой производительности, добавляя машинки в ваш кластер. Вот здесь вопросы какие-то есть, мой дорогой друг? Только где же их взять столько? Ну, идешь на AWS и одним кликом поднимаешь, сколько тебе надо. Вопрос решен. Да-да-да-да-да. Минутка рекламы. Окей, хорошо. Хорошо, идем дальше. Что мы будем тренировать? Есть такой прекрасный примерчик linear regression, линейного регрессора. Это, по факту, обычная прямая линия, и мы для того, чтобы показать распределенное обучение, возьмем данные, которые тупо сделаны применением линейного уравнения, которое сейчас у вас на экране, к набору точек, к вектору, который просто, по факту, составляет набор точек, которые идут подряд, и мы разделим эту выборку нашу на две части, на которой мы будем проводить тренировку, одна тестовая, соответственно. И вот все. То есть это сейчас у нас экземпляр данных, на которых мы будем тренировать простейшую нейронную сеть. При этом сама тренировка будет, собственно... Ага, ну да, если мы это на графике нарисуем, то наша линия будет выглядеть вот так. Вот эта вот линия, которую... Сеть, которая умеет пересказывать точки по X, пересказывать Y по X, мы будем тренировать такую сеть по точкам этой линии. Вот здесь какие-то вопросы есть? По-моему, вроде должно быть все просто. Да, да, нет вопросов. Окей. Сама тренировка выглядит вот так. Так, это безумно простая тренировка, и на самом деле этот код взят из догматичного примера, который можно найти на официальном мануале MXNet линейного регресса. Он там сверху с веточкой он показан. А я хочу сказать, что мы сейчас перейдем на GitHub. Само собой, в ссылочке к видео будет ссылка на этот GitHub, где у нас есть весь код, который я буду показывать. Здесь сейчас есть один файлик на питоне написанный. В этом файлике, собственно, весь код, в котором происходит обучение. Мы создаем данные, по которым мы учимся. Это то, что я показал на слайде. А дальше, собственно, мы берем банально заготовленный код, который я сейчас даже объяснять не хочу, потому что он, собственно, есть на странице линейного регрессора. Он действительно впрямую тупо скопирован оттуда. И, собственно, в конечном итоге мы производим тренировку. Здесь важны несколько элементов, которые я подтюнил. Первый — это learning rate, это скорость обучения. Она намеренно оставлена такой маленькой, чтобы мы просто банально могли наблюдать над процессом тренировки. Если сделать большее, то оно пройдет практически мгновенно. Это первое, что нам надо. Второе, что нам надо иметь во внимании, на что обратить внимание, это параметр киви-стор. Киви-стор по факту будет нами обсуждаться чуть-чуть дальше, но сейчас лишь стоит упомянуть, что это хранилище, кивэли-сторич, в котором модель хранит, в котором наша нейросеть хранит свою модель. В данном случае наша модель состоит из двух элементов. Это A и B, которые нам нужно найти. И по факту A и B будет храниться где-то. В данном случае мы говорим девайс, это означает, что модель будет храниться локально на той машинке, на которой мы производим тренировку. Именно поэтому данная модель тренируется не в кластере, а локально. Если вы хотите тренировать в кластере, то вам нужно создать специальный киви-стор. На нем мы поговорим чуть-чуть дальше. Сейчас давай пойдем в консольку и выполним локальную тренировку. Вот у меня все склонено. Я пойду в второй питон. Хотя давай на третьем попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. и запустим. Ждем. Ждем. Первый импорт MXNet обычно проходит с некоторыми задержками. Ну, окей, пусть, собственно, мы и дождемся. Окей, дождались. Пошла тренировка. Если не ошибаюсь, у меня там 10 батчей или, сори, 10 эпох. Нет, значит, 20 эпох. Ошибка уменьшается. То есть тренировка закончила тренировка. Ну, вот, собственно, и все. Заняло 13 секунд. Тренировка закончена. Цель всего примера была просто показать, что тренировка работает. Мы получили какую-то ошибку, свели ее до меньшей единицы и отлично. И было это сделано локально. Здесь особо, на самом деле, сюрпризов не будет. Если вы пройдете по мануалу, то вы увидите ровно то же самое. Теперь, собственно, наша первая лаба, которую вот только что я показал на экране, это вот ссылка на, на самом деле, на GitHub. Теперь, собственно, давайте сделаем это распределенно. Для того, чтобы сделать тренировку распределенную, нужно сначала поговорить о том, какие элементы кластера нам необходимы для того, чтобы запустить MXNet Cluster, на котором, собственно, проводить тренировку. MXNet Cluster состоит из трех основных элементов, вокруг которых весь кластер крутится. Первый — это Scheduler. Scheduler — это логический элемент, который отвечает за то, чтобы запустить весь кластер, настроить его и привести в то состояние, когда кластер может начинать тренировку модели. Вот здесь очень важно разобраться, кто есть кто, поэтому, если что-то непонятно, сразу же перебивай меня, хлопусь хуком слева или справа. Хорошо. Окей. Следующий логический элемент — это воркеры рабочие. Их может быть более чем один, но не меньше одного по понятным причинам. Воркеры — это непосредственно те, кто занимается числотребильной задачей и подбирают изменения к весам, которые нужно применить к модели. Если вы помните из нашего видео по поводу того, как происходит обучение нейронных сетей, на каждом уровне и для каждого уровня нейронной сети мы подбираем так называемый градиент — дельту, на который нужно изменить веса. По факту воркер — это тот объект, который применяет GPU для того, чтобы вычислить шаг градиента и применяет этот шаг градиента к самой модели. Здесь важно понимать, что в случае кластера сама модель не находится на том же логическом элементе, где и происходит вычисление. То есть она не находится у воркеров. Модель на самом деле находится на серверах. Сервер — немножко странное название, потому что сервера на самом деле выполняет задачу сохранения модели. Также известны как параметр сервер. Если вы пойдете на репозиторию MXNet, вы можете найти в разных проектах MXNet PS Lite. PS Lite — это параметр сервера. Это вот именно он. В самом коде MXNet это будет просто названо коротко сервер, а в клиентском коде, который обращается к серверам, это называется KVStorage. все они об одном, о том, чтобы обращаться к серверам, которые в данном случае логически называются сервера, и реальные сервера ноды, и инстансы, и хранят в себе модель. Соответственно, воркеры, вычисляя градиент, могут отправлять эти градиенты на сервера, где сервера применяет эти градиенты к модели. Есть несколько вариантов использования этих серверов, но мы о них поговорим чуть-чуть, чуть-чуть попозже. Теперь основная... Да, и теперь... Сейчас вопрос. Здесь что-то непонятное есть? Нету. Нету. Окей. Теперь, перед тем, как мы будем начинать заниматься этим делом распределенно, поговорим о том, как запустить один из компонентов. Это, на самом деле, очень просто, и в то же время тут есть очень важные подводные камни. Чтобы запустить любой компонент, или скедулер, или сервер, или воркер, необходимо выполнить вот такой простой код. На самом деле, необходимо просто обновить переменные окружающей среды и в питоне заимпортировать MXNet. В данном случае мы прям при помощи питона обновляем эти переменные окружающие среды, но вы можете это сделать и руками в вашем инвариументе, и делаем им импортирование MXNet. В данном случае переменные окружающие среды следующие. Первое, это роль, которая будет выполняться тем процессом, который сейчас запущен. В данном случае мы запускаем MXNet в этом конкретном примере, который будет скедулером, но при этом можно запустить процесс воркера или процесс сервера. Следующее, это IP-адрес скедулера. Вот здесь очень важно, независимо от того, запускаете ли вы воркер, сервер или скедулер, тут всегда должен быть IP-адрес скедулера. Если вы запускаете воркера, там тоже должен быть IP-адрес скедулера. Это может быть confusing в самом начале, поэтому, мой дорогой друг, я сейчас поиздеваюсь в том плане, что тут не сразу решение может быть неочевидное, но задам вопрос, как ты думаешь, почему? Логично, когда запускаешь ноду, говорить ему, какой у него IP-адрес. Ну, возможно, логично. А здесь вот ты все время говоришь скедулера IP, даже если сам скедулер запускаешь или любой другой инстанс. Для чего это делать? Да, почему всегда передаешь IP скедулера? Как думаешь? Есть ли какие-то идеи? Если честно, то у меня тут такая чистая пустота, даже предположения нет. Вот я сейчас скажу... Не глупить. Я сейчас скажу, и ты скажешь, а, точно. Ну, на самом деле, действительно, когда вот первый раз это говоришь, оно звучит на поверхности. Смотри, представь себе на месте рабочего воркера, ты проснулся внутри сети, ты воркер, то есть ты знаешь, что ты часть кластера. Как тебе логически подключиться к кластеру и ко всем остальным? Точка входа, если так можно сказать, в данном случае является скедулер. Это первый, кому ты можешь обратиться. Но чтобы тебе обратиться к скедулеру, тебе нужна какая-нибудь система, так называемая Discovery, которая тебе скажет IP-адрес скедулера, в MXNet такого нету. Соответственно, ты заранее должен знать IP-шник скедулера, по которому ты начнешь стучаться сразу же, как только ты проснешься. Соответственно, с шлюзом можно сравнить, если так аналогии провести, мне кажется. Ну, в некотором плане. Дальше порт. Порт тоже скедулер, что немаловажно. При этом свой IP-адрес и свой порт и воркер, и сервер, они сами автоматически определят. А вот порт скедулера и IP-скедулера вот здесь им нужно помочь. Поэтому это есть всегда. Дальше есть еще две перемены. Одна это число серверов в кластере, вторая это число рабочих в кластере. Каждому из логических нодов нужно знать полную конфигурацию кластера. Это делается по разным причинам. Если, например, у вас в кластере больше одного сервера, то воркеры используют нехитрую систему получения хэша из каждого параметра модели и поэтому хэшу определяет какому серверу нужно отправлять эту часть модели. При этом этот хэш в некотором плане захардкожен в коде и чтобы его уметь вычислять нужно заранее знать количество серверов. В общем, такие вот вещи типа этих заставляют передавать полную конфигурацию кластера заранее по включению. Здесь те, кто работает с распределенными системами могут начать охать и ахать по поводу того, как это все немасштабируемо, но тут вопросов нет. Тут вы поймите, это да, это все немасштабируемое, это все немножко не совсем так, как в классических распределенных системах, но поймите, что тренировка нейронной сети, даже если это огромная сеть, может считаться неделями, если это огромная сеть. Обычно быстрее. А соответственно, на расстоянии временных отрезков в неделю можно предположить, что у вас есть стабильная неменяющаяся среда и незагибающиеся машинки. На самом деле, даже возможность tolerate переносить отказы некоторых логических нодов появилась не сразу в MXNet, а просто по той причине, что это совсем не самая важная фича. Если вы делаете какой-нибудь key value storage, который работает годами, должен работать годами, само собой, там это важно. Вот здесь это совсем не главная фича, поэтому некоторые вещи могут казаться дикой. я прям представляю этот ахтунг людей, которые занимаются распределенной системой, которые смотрят и будут матерь божья, как они с этим живут. Ладно. Ну и последняя переменная это банально вывод логов. Уровень логов, два это максимальные логи, ноль это никаких. Ну и само собой импорт MXNet, он эти переменные подтягивает и запускает уже все, что надо. Вот здесь вопросы какие-то есть? Нету. Хорошо. Вот это наш тестовый кластер, который мы будем поднимать. Мы поднимем тестовый кластер с одним скедером, ну скедер он всегда один, больше одного скедера быть не может в принципе, один воркер и один сервер. Пока понятно? Угу. И все это будет на одной физической машинке. Чтобы показать тот факт, что это логические разделения, само собой вы можете каждому выделить по отдельной машинке, но на самом деле совершенно бессмысленно выделять скедеру отдельную машинку, поговорим почему, но тем не менее, это разделение чисто логически, и как вы будете разделять это по машинкам, это зависит от вас. Обычно, конечно, на машинке желательно не больше одного воркера, потому что воркер сожрет все GPU, которые ему доступны на машинке, а вот все остальное это up to you. Обычно на одной машинке можно найти воркер скедулю, на второй сервер воркер, ну а все остальные выделяют сервер на отдельную машину, еще чуть реже выделяют более одного сервера. Окей, теперь, собственно, вторая лаба, на которой мы сейчас сделаем, ну мы запустим наш скедулер, сервер, и я сначала, как обычно, покажу код, который мы будем делать, код у нас расположен все в том же GitHub, есть у нас примерочный кластер, это вот он, здесь есть три файла, один файл запускает скедулер, мы его запустим первый, который делает вот ровно все, что мы сейчас описали с вами, у него будет всего один сервер, один воркер, дебаг ставим два, вот здесь пока понятно, что происходит. Да. Окей, пошли и запустим скедулер. Example кластер, давай третьим бетоном, сделаем старт скедулер, и запустим на фоне, скедулер пошел. теперь идем обратно, запустим сервер, сервер, зайдем, вот сервер, IP адрес скедулера, порт, все те же конфигурации, единственное отличие, мы говорим, что он сервер. Пошли, запустим сервер, старт сервер, бум, и получили пару логов, и давай сразу поговорим перед тем, как переходить дальше, что произошло. Значит, мы запустили скедулер сервер, что произошло сначала, я здесь вывожу логи, которые приблизительно такие же, как вы видите в консоли, у каждого лога есть пометочка, пометочка обозначает на каком, от какого логического инстанса пришли эти логи, дело в том, что в реальной жизни, если это будет все разнесено на разные машинки, то, само собой, у вас не будет такого красивого вывода этих логов на одной и той же машинке. В данном случае они появляются здесь, потому что это логи от двух одновременно пишущих в логи процессах. Посему я буду пояснять, в виде вот сейчас сверху лога написана зеленая такая штучка, он сервер означает, что эта штука находится на сервере, логи были получены от сервера. В данном случае этот лог говорит следующее, наш сервер отправил запрос скедулер, сказал, ээээ, я сервер, я только что родился и мой ранг вопросительный знак, пожалуйста, добавь меня в кластер. Тут надо пояснить, что само собой у них нету имен, у них есть ранг. Ранг это не более чем цифры, которые уникальны для каждого логического инстанса в кластере. Ранг, уникальную циферку, может присвоить только скедулер, подкольку скедулер знает ранги всех в сети. Сам сервер не может себе присвоить ранг, потому что он может случайно взять такой же ранг, как у кого-то уже есть. Соответственно, первое, что мы здесь видим, это лог сервера о том, как он отправил сообщение. В левом верхнем углу можно увидеть вопросительный знак стрелочка 1. Это означает, что непонятно с каким рангом сервер отправил реквест ноду с рангом 1. Ранг 1 всегда имеет скедулер. И дальше он по факту говорит, что я прошу тебя сделать add-in нод, то бишь меня в кластер. Вот эта часть понятна? Только момент один, то есть у рангов есть иерархия какая-то, да? Или нету? Просто там ранг 1 всегда у него, но остальные уже как попало? Совершенно верно. Ранг 1 всегда у скедулера, остальные как бог на душу ляжет. Это не иерархия важности, если ты об этом. Да, я понял. Теперь логический вопрос, а почему, собственно, мы здесь видим две одинаковых строчки? Ну, дело в том, что вторая строчка тут же происходит от скедулера, если бы, опять же, это было физически на другой машине, то вы бы не увидели эти две строки в консоли. По факту он выводит эту вещь, потому что мы сказали wherebus.to, то бишь, выводить всю дебажную информацию, он говорит, что только что пришло вот такое сообщение, оно пришло от сервера, у сервера айпишник такой-то, я его принял. И это очень важно, это, собственно, использовать для дебага, чтобы вы, как человек, который поднимает кластер, могли проверить, дошло ли вообще это сообщение. Ну, по факту, скедулер это сообщение вам отправил. Окей, давай теперь, собственно, после этого запустим воркер. Мы запустили скедулер, сервер, теперь пошли воркер запускать. Да? И бам. И здесь прошло много чего до тех пор, пока мы даже не... До тех пор, пока мы даже... Надо с питоном 2 запускать, извиняюсь. Я сейчас запущу все то же самое с питоном 2. О! Ну, собственно, куча логов пошла. Пошла огромнейшая, огромнейшая куча логов самого тренинга. Мы сейчас убьем это все хозяйство, вот оно, собственно, и убилось, и сделаем еще один интересный финт ушами. Сейчас я запущу опять скедулер, скедулер поднялся, я запущу опять сервер, сервер поднялся, а вместо того, чтобы запускать воркера, я запущу питон, и сюда руками буду вставлять построчно то, что мы делаем в Example Cluster. В Example Cluster мы воркере, ну, делаем, на самом деле, вначале то же самое, мы поднимаем воркеры, импортим MXNet, заимпортили MXNet, после этого мы создаем нужное нам количество данных для обучения, а дальше мы делаем интересное, мы создаем Kavistore. Kavistore уже не девайс, а Kavistore имеет тип dist-async. есть два основных типа Kavistore, это dist-async и dist-sync, асинхронный и синхронный, разница в них следующая, асинхронный Kavistore, он говорит серверам, что когда вам придет градиент, вы его тут же применяете к модели, синхронный Kavistore говорит следующее, если от воркера пришел градиент, вы ждете обязательно того момента, пока от всех воркеров не придет градиент, и только после этого применяете эти градиенты от всех воркеров, и только потом все воркеры продолжают обучение. Каждого есть свои плюсы и минусы, но когда создается Kavistore, когда будет выполнена эта строчка, scheduler начнет создание кластера. Scheduler на самом деле он лейзи, он ленивый, он не выполняет никакой работы до тех пор, пока воркер не приходит в кластер или нужное количество воркеров и не запрашивает создать Kavistore. Поэтому давай пойдем посмотрим. Напомню, здесь еще не начнется тренинг. Здесь только будет запрошен у scheduler будет запрошен Kavistore, и scheduler будет вынужден создать кластер, чтобы Kavistore было возможно создать. И мы получили большое число логов, давай на них как-то посмотрим, и сейчас собственно мы все их в нашей презентации один за другим рассмотрим. Мы уже посмотрели, что происходит, когда подключается воркер, сервер, теперь собственно подключился воркер. Первый же лог происходит на воркере, он ровно то же самое, что от сервера. Эй, scheduler, привет, я воркер, я появился, у меня ранг попросительный знак. Теперь, только теперь, когда scheduler получил запрос от воркера на создание Kavistore, до этого он тупо ничего не делал, молчал. Он начинает что-то делать и создавать кластер. В данном случае он присваивает ранг 8 серверу, и этот лог происходит на scheduler и присваивает ранг 9 воркеру. Давай посмотрим, у нас наверняка здесь 8 серверу, 9 воркеров. Смотри, моя презентажка полностью совпадает, ну просто ранги могли бы быть другими с тем, что произошло на сервере. Далее, он отправляет воркеру обратно в сообщение. Эй, воркер, ты теперь полностью полноправный член кластера, и у тебя есть ранг 9. После этого он отправляет такое же сообщение серверу, говорит, ты полноправочный кластер, у тебя ранг 8. С этого момента он выдает лог, говорит, все, я подключен к одному воркеру, одному серверу, я теперь думаю, что я полностью подключен, меня не колышет, хоть там даже сеть упала, я думаю, я подключен. Ну, то есть, он на самом деле не сильно знает, что там происходит. Вот. И где-то здесь в логах это должно быть, а вот он, вот, the scheduler is connected, ну, в общем, да, он счастливый. Что происходит дальше? Сервер получил свой ранг, и он радостно рапортует в логе, я получил свой ранг, и тут, кстати, можно обратить внимание, он сверху единичка, стрелочка и большое число. Это на самом деле просто бага, там должно было быть само собой сообщение от единицы ранга 1 scheduler восьмерке, то бишь серверу с рангом 8, в данном случае там бог узнает, что это за число откуда взято, но тем не менее можно увидеть, что это только ошибка на самом деле корректный, потому что в следующей строчке написано S квадратная скобка 8 из connected to other, что означает сервер с рангом 8 подключен к другим, что, в общем, говорит, что ранг он определил свой коррект. И, собственно, все, вот это connected to other говорит, что и сервер тоже думает, что он коннектит ко всем, и он, все, его процедура за инициализацией почти завершена, и, наконец, все то же самое происходит на воркере. Воркер тоже имеет багу с логированием, воркер имеет ранг 9, он теперь тоже думает, что все, подключение закончилось. Вот пока понятно, что происходило? Угу, да. Мы в реальных логах, вот, мы же сервер радостно обрадовался, и тут где-то и воркер радостно обрадовался. Дальше происходит следующее. Каждый из участников кластера, включая скедры, говорит, что мы добрались до барьера. Барьер – это такое место в жизни кластера, когда все, кто добрались до какого-то барьера, должны ждать, пока все остальные не придут к этому же барьеру и ни в коем случае не выполнять какого-либо действия. В данном случае каждый, кто добрался до барьера, говорит скедулер, я добрался до барьера, скедулер подсчитывает, сколько людей добрались до барьера, и только тогда, когда барьер достигнут всеми, он пойдет и всем остальным скажет, что барьер достигнут, вы можете продолжать вашу рабочую деятельность. В данном случае можно увидеть, как скедулер получает сообщение от себя, вот первое сообщение от первого к первому, то есть он сам себе шлят сообщение и говорит, что барьер-аккаунт для группы 7 равен единице, потом он получает это для, от сервера с восьмым ранком, потом от воркера с девятым ранком, в конечном итоге он видит, что барьер-аккаунт равен трем, и он начинает рассылать всем сообщение, говорит, господа, вы свободны, барьера больше нет, вы идите делайте, что хотите, барьер прошел успешно. Собственно, мы это можем увидеть, вот здесь первый барьер получен, здесь все сообщения два, потому что одно сообщение это на отправляющей стороне, второй раз это дублирование в дебаге на получающей стороне, вот мы получили барьер с тройкой, и вот, собственно, он всем говорит, что барьер отныне закончен. Что происходит дальше, это интересная вещь, воркеры сервера, отныне пройдя первый барьер, полностью готовы к обучению. Первый барьер выполняется в тот момент, когда кластер готов к началу обучения. Второй барьер, на самом деле, находится в конце обучения. Скедулер, поскольку скедулер, на самом деле, не выполняет никакой работы в обучении вообще, в принципе, то он мгновенно достигает второго барьера. Он достиг момента конца обучения, потому что с момента начала обучения до конца он уже ничего не делает, то есть он уже на втором барьере. А вот все остальные нет. Все остальные должны выполнить обучение, и в конечном итоге скедулеры рано или поздно дождется, когда все остальные тоже прибудут на этот барьер. Но основной посыл здесь в том, что скедулер спит. Он тупо во все время обучения спит. Из-за этого, собственно, никогда не имеет смысла выносить скедулеры на отдельную машинку, потому что она ни шиша не делает во все время обучения. Если у вас там неделя работы с кластера, и у вас одна машинка стоит под скедулер, то она ни шиша не будет делать в вашей сети. Принимайте это внимание, поэтому часто скедулеры кахостятся с каким-нибудь другим логическим инстансом. Здесь, собственно, вот это происходит, вот этот барьер каунт 7 район единиц, и все, других барьеров мы не увидим. И это мы выполнили строчку до вот этого. Мы создали ковистор, дальше, собственно, обучалка, мы можем запустить обучалку, но дальше мы увидим процесс обмена данных между воркером и сервером, там будет достаточно много данных. Сегодня мы в детали здесь вдаваться не будем, но просто давай доведем до конца нашу часть кода питона, посмотрим, что она закончит, отработает, как-то, как-то что-то произойдет. Ждемс. Ждемс, да, именно ждемс. Прошло, прошло, и 17 секунд у нас ошибка какая-то дико большая, еще поговорим о том, почему. Ну окей, теперь, собственно, вернемся к нашей презентации, и теперь третья лаба, где мы на самом деле добавим больше рабочих. У нас останется один скеддлер, один сервер, просто теперь будет два рабочих. Ой, давай-ка быстро выполним эту лабу, и я перейду к последней завершительной части. На самом деле есть много еще вещей, о которых, ой-ой-ой, по-моему, у меня коннекшн с удаленной машинкой немножко поломалась, поломалась коннекшн. Ну ничего, мы сейчас еще раз поднимем этот коннекшн быстренько с этой машинкой, вот мы подняли, а тот убьем, тут коннекшн убьем, здесь скажем screen и добавим размера нашему экрану. Ладно, возможно, screen было плохой идеей. Поубиваем в аше все, что мы здесь на этой машинке найдем, в частности, давай объем Python. Нету такого, отлично, Python второй зато был, все. Теперь пошли в source, distributed training, у нас здесь есть multi-working cluster. Если посмотреть на multi-working cluster, то отличия у него минимальные, и по факту единственное отличие, что вместо двух работников, вместо одного работника у нас теперь два. Соответственно, если зайти, можно увидеть, что мы тренируем абсолютно те же данные, тренируем их при помощи при помощи асинхронного кивистора, вот наш воркер один, это был один, или второй, вот наш воркер второй. И я потом поговорю о основных ошибках, которые можно здесь делать в таком распределении. Сейчас запустим, давай Python третий попробуем, а не, Python 2, а то третий вечно будет, мы уже начали использовать второй, start scheduler, дальше мы запустим сервер, я уже не буду так дотошно показывать, что происходит с воркерами, я просто запущу воркер один, и после этого просто запущу воркер два. При этом обратим внимание, пока много логов не выводится, потому что до сих пор, несмотря на то, что первый воркер начал создавать кивистор, но scheduler еще не получил запрос на задание кивистора от всех воркеров, потому что второго еще нет, но в scheduler знают, что их должно быть два. Сейчас я второй запущу, и, собственно, пойдет месиво. Ну вот, пошло месиво, пошла, собственно, тренировка, мы тренируем уже двумя воркерами, само собой мы тренируем на одной и той же машинке, нельзя получить, неправильно, обычно нельзя получить ускорение производительности, если у вас два воркера, наоборот, производительность будет уменьшена, по той простой причине, что на серьезных сетях воркеры знают, как хорошо утилизировать все GPU, а если у вас CPU машинка, как у меня сейчас в примере CPU машинка это воркер, знает, как утилизировать все ядра на этом CPU. Соответственно, добавление воркеров никаким образом не увеличит скорость и производительность ваших вычислений. Ну вот, собственно, и все. На самом деле, теперь пойдем поговорим о основных проблемах восприятия кластера и основных заблуждений. Много частей людей думают, что тренировка распределенной в MXNet выглядит следующим образом. Я как кастомер прихожу и говорю, эй, Скедллер, давай ты потренируешь вот такую-то модель на кластере. И Скедллер каким-то магическим образом разбивает модель на части и каждую часть отправляет каждому воркеру. И воркер тренирует. Хотя на самом деле в реальности нет. Это вы, как девелопер, обязаны разбить модель на три части или хотя бы использовать одну и ту же часть, но перемешать ее и скормить каждому из воркеров. В данном случае, в нашем примере, у меня воркер 2 генерирует ровно-ровно абсолютно те же данные, что и воркер 1. У нас линейная модель. Линейная модель, она очень простая. Она в конечном итоге дала нам... А, тут из-за того, как я запустил, мы сейчас ошибку здесь не найдем. Здесь, к сожалению, не будет выведено. Жаль. Но если даже в такой простой модели, если я разобью данные на две части, один воркер будет учить сначала с первой по 50-ю, а второй воркер будет учить с 50-ой по сотую и сделает одновременно, то у меня уже quality вырастет. Если бы наша презентация не была такой затянутой, то я бы и эту часть еще показал, но оставлю это на домашнее задание. Возьмите, реально запустите воркеров, разбивайте эти вещи, один пусть учат с первой по 50-ой, второй с 50-ой по сотую. Несмотря на то, что это всего лишь линейный регрессор, вы увидите, что тем не менее, насколько важно грамотно разбивать эти элементы. В реальных нейронных сетях там ситуация все более плачевная, если вы используете те же самые данные. Я очень часто видел, как люди поднимают распределенную файловую систему, монтируют ее ко всем нодам, и каждый нод тупо из этой файловой системы подгружает в оперативку данные и тупо в том же порядке начинают учить. Это совершенно бессмысленно. Если ноды, воркеры идут по тем же данным в том же порядке, это означает, что вы просто можете взять использовать один нод, вычислить градиент, а потом просто умножить его на количество нодов. То есть, если уоркера два, то умножить на два. Это будет тот же самый результат, как если использовать две физические машинки, но не размешивать данные, а идти в том же порядке. Это совершенно бессмысленная работа, потому что каждый из воркеров и идя по одним и тем же данным придет к одному и тому же градиенту. Сюрприз, сюрприз. Посему это важно, это очень важно понимать. Ну и в конечном итоге, если вы теперь понимаете, что такое к КВСТОР, вы можете на самом деле распределить абсолютно любую модель. Я показал линейный регрессор, но можно зайти в экземпл MXNet, вот, например, рекуррентной нейронной сети, открыть их пример, и в примере вы однозначно увидите КВСТОР. Вот, в один из параметров на ход принимается КВСТОР. По той простой причине, что MXNet в самом базовом классе модел, один из ходных параметров это именно КВСТОР. Соответственно, любая модель MXNet, которая строится на самом базовом классе MXNet модели и кстендится от нее, она может быть распределена, просто передавая туда корректный КВСТОР, который вы создали. By default, это девайс. Это означает, что модель будет тренироваться на одной физической машинке. Но, поняв концепт КВСТОРа, вы на самом деле теперь можете распределять любую из моделей прямо вот реально в любом из туториалей. Можете открывать, искать КВСТОР и менять его на ваш КВСТОР, который вы создали из двух серверов 15 воркеров одного скеддлера. Ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, что такое MXNet кластер, как его создать, как его дебагить, если он некорректно создается, куда, на какие логи смотреть и каким образом вы можете распределить и сделать распределенной абсолютно любую модель MXNet. Я имею в виду обучение, процесс обучения. Есть ли какие-то дополнительные вопросы? Дополнительных вопросов нету. Спасибо, было интересно. Ждем с нетерпением от тебя новых новых видео. Конечно, да, я возобновляю эту практику, во всяком случае буду очень стараться. Спасибо всем, кто поддерживает нас не словом, а делом на Патреоне. До новых встреч, с вами сегодня в студии был Глеб Бочкарев и Вячеслав Ковалевский. Пока-пока.